МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем здравствуйте! На телевизионном канале городской информационно-аналитическая передача «Выборы-2016» и я, ее ведущий, Юрий Абрамов. Наша передача адресована в первую очередь неравнодушным и думающим телезрителям. В ней мы будем информировать вас, уважаемые телезрители, о тех событиях, которые связаны будут с единым днем голосования 18 сентября 2016 года. Вы услышите мнение и суждение тех, кто организует выборы, и независимых экспертов. Мы расскажем вам о тех, кто организует и кто участвует в выборах. И, наконец, нам бы очень хотелось делать эту передачу вместе с вами. Пишите, звоните, телефоны и адрес указаны ниже. Предлагайте, мы готовы ответить на все ваши вопросы и принять все ваши разумные предложения. Ну вот, кажется, и все обязательные слова-предисловия. Можем переходить к содержательной части. Поехали! У нас 18 сентября состоятся выборы. Вы знаете, кого и куда будут разбирать? Как куда? По всем, значит, в Думу, в собрания, дальше эти городские, областные, все. 18 сентября выборы состоятся. Вы знаете, кого и куда будут разбирать? Пока не знаю. Пока не знаете. А на выборы вообще пойдете? Пойду. 18 сентября выборы состоятся. Вы вообще знаете, кого и куда будут выбирать? Пока еще нет. А пойдете на выборы? Обязательно. 18 сентября выборы состоятся. Вы знаете, кого и куда будут избирать? Нет, не знаю. Мне еще 17 лет. 18 сентября выборы состоятся. Вы знаете, кого и куда будут выбирать? Нет, не знаю. А пойдете на выборы? Не знаю, все будет зависеть от самочувствия. 18 сентября выборы состоятся. Вы знаете, кого и куда будут избирать? Это общий день голосования. Пойдете на голосование? Пойду. Вы пойдете на выборы в 18 сентября? Да, мы пойдем. А кого и куда будут выбирать, вам известно? Да, депутаты в Государственную Думу. 18 сентября состоятся выборы. Знаете ли вы, кого и куда будут избирать? В этом году складывается интересная ситуация, что почему-то про выборы никто не знает. Нигде они будут, никогда. Видимо, наше государство избрало новую тактику, что нас на выборы даже уже и не зовут. Видимо, бесправляются без электората. Потому что раньше все афиши пестрели плакатами, всех зазывали на выборы. Сейчас этого мы не наблюдаем, хотя выборы, по-моему, 18 сентября окажется. С чудом, что я это вообще знаю. Ну, может и правда не ходить. В принципе, избирательное право. Знаете? Девочки, я уже слишком старая, чтобы все знать и забыть. Это же мы не интересуемся этим. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. И хотелось бы спросить, вы знакомы вообще с принципами избирательного права? Знаете ли, по какой системе будут выборы проходить? Если не ошибаюсь, по мажоритарной системе. Ну, надо будет вспомнить и еще раз все повторить. А знакомы вам какие-нибудь принципы вообще избирательного права? И знаете ли вы какие-то избирательные комиссии? Я считаю, принципы... Самый главный принцип, который нарушен в нашей стране, это право на регистрацию партии. Там куча припоем. Нужно собирать всякие там голоса по всей России, и все равно тебя в итоге не зарегистрируют. Мы знаем много таких примеров. Много партий, которые не могут пройти регистрацию. Ну, если это так, то о каких выборах вообще можем говорить? Скажите, пожалуйста, по какой системе будут выборы проходить? Вы слышали? По какой системе не знаю. Одномандатные и многомандатные нет. По какой системе будут выборы проходить? Тайные голосования. А по какой системе выборы будут проходить? По какой? По многопартийной? Да. Ну, у нас не многопартийная система. У нас однопартийная система. И немножко, не знаю, даже как это сказать, для фона добавлены какие-то другие партии, которые не являются реальной позицией. Вот вы знаете, что 18 сентября выборы будут проходить? Кого и куда будут избирать? Я не участвую. Я инвалид, я контуженный совсем. Понятно. А вообще, кто проводит выборы, вы знаете? Я только в храмах участвую, в мероприятиях. Я в храме пою, певчик служу. То есть к выборам вы никакого отношения? Вам даже не интересно? Никакого. Мне не интересно. Не принципы избирательного права, ничего? Я верующий человек. Я своим миром живу. У меня есть собака и кошка, и все больше. Итак, опрос жителей города показывает, что все мы очень разные и ведем себя в ситуации выбора по-разному. Почему так происходит? Мне поможет разобраться один из ведущих политологов города Рязани, Семенов Александр Викторович. Здравствуйте. Семенов Александр Викторович. 43 года. Образование высшее, гуманитарное. Кандидат политических наук. Доцент. Полистротек. С 1998 года участвует в избирательном процессе. Александр Викторович, так почему так происходит? Ну, в политической науке есть таких три крупных подхода к объяснению поведения избирателей. Почему избиратели, допустим, голосуют за того или иного кандидата, за ту или иную партию. Вообще, почему одни ходят на выборы, другие не ходят. Почему разные отношения? Первый такой подход – это теория рационального выбора, когда во многом используется такая экономическая модель. То есть, избиратель, вообще гражданин, он смотрит, каковы будут его затраты, каковы будут его выгоды. Нет, но какие тут могут быть затраты, прийти на выборы? Это так кажется. Может быть, лучше съездить на дачу. Видит ли он вообще какие-то выгоды для себя в том, чтобы приходить на выборы. Допустим, ситуация абсантеизма. Когда люди, они просто говорят, что какой смысл, я не вижу для себя в этом вообще смысла. И они как бы не лукают, они действительно говорят правду. То есть, для них никаких выгод в том, чтобы прийти на выборы, в том, чтобы проголосовать, они просто не видят. Это их действительно такой рациональный выбор. Вторая такая большая группа теорий – это такие социологические теории, теории референтного выбора, когда люди действуют в соответствии с нормами своей социальной группы. То есть, идут мои друзья, и я иду вместе. Да, ну или, допустим, такой пример. Есть, скажем, кандидат военный, и, как правило, военные, военнослужащие, они солидарно его поддерживают. Вот именно из-за принадлежности к социальной группе, к профессиональной группе. Можно сразу один вопрос очень такой любопытный. Сколько я не видел выборов, где среди кандидатов присутствует женщина, она там никогда не побеждает. Хотя основная масса наших избирателей – именно женщина. Но у нас вот эти теории, они в целом как бы слабо работают. Почему? Потому что в целом у нас такая социальная самоидентификация, то есть отнесение к себя к какой-либо группе и, соответственно, придерживание норм в поведении, наследование нормам данной группы, оно как бы очень слабо развито. Ну, общество на самом деле только структурируется. Поэтому у нас больше работают такие психологические теории, теории рационального выбора. Когда электоральное поведение объясняется с точки зрения доминирующих стереотипов и установок у населения. И вот здесь можно сказать, что, в принципе, избиратели Российской Федерации… Нет, ну это вообще убийственно какой-то. Доминирующий стереотип. Да. Это что такое? Доминирующий стереотип – это представление, да, это такое знание, представление о том, что из себя должен представлять, ну, условно говоря, допустим, некий идеальный депутат. Какой он должен быть? То есть избиратель предварительно для себя рисует некий позитивный образ. Он уже есть, он не рисует. То есть у него есть некий позитивный образ, и он начинает на него примеривать других кандидатов. За что я, за что я, вот что для меня является таким неким идеалом? Это и есть такой динамический стереотип. Да, но здесь, опять, вот здесь как раз мы очень сильно различаемся. Первая такая группа избирателей – это такие политически ориентированные избиратели. Их в основном, вот вообще во всем мире, там от 10 до 15 процентов. Да, там есть классическое исследование Фреда Конверса, там 60-е годы, которое показывает, что и в развитых демократиях, в США, в Великобритании, их тоже количество не превышает 15 процентов. То есть это избиратели, которые действительно голосуют за какой-то набор ценностей, политических ценностей, за идеологию. То есть их интересует программа, их интересует та политическая сила, которая стоит за тем или иным кандидатом. Те ценности, которые кандидат либо партия отстаивают. И выборы они делают вне зависимости от того, какими качествами обладает именно этот кандидат. То есть они идут и голосуют? Да, они голосуют за именно набор ценностей. Единственное, в чем отличие, у нас в России они в большей степени политически ориентированы. Они голосуют не за идеологию как таковую, они голосуют за стиль жизни. Но опять, за этим стилем жизни стоит конкретный набор ценностей. Но еще раз подчеркну, эта группа, она небольшая. Их 10-15%, но в то же самое время это одни из наиболее дисциплинированных избирателей. То есть большинство политически ориентированных всегда участвует во всех выборах. Они, как правило, выступают ядром политических партий, таким ядерным электоратом. Вторая самая большая группа, это то же самое как у нас, так и в других странах, это личностно ориентированные. Вот у них как раз доминирующий стереотип, это такое идеальное представление, набор идеальных представлений, набор образов, каким должен быть политик. То есть они делают свой выбор, опираясь не столько на его программную установку, Да, программа не столь важна. Заявление, насколько он соответствует тому идеальному их представлению о этом депутате, каким он должен быть. Программа здесь важна в том плане, что она должна укреплять, подчеркивать, вот этот образ доминирующий. Ну, допустим, такой самый распространенный, опять-таки не только у нас в России, но вообще во всем мире образ, за который личностно ориентированный хорошо голосует, это такой образ самый сильный. То есть политик, идеальный такой некий политик, в их представлении он должен быть сильным, навести порядок, всех приструнить, все проблемы решить и так далее, и тому подобное. А еще какие могут быть? Могут быть чудотворец. Это тот, кто приходит в кризисные времена и творит некое чудо. Есть образ победителя. То есть это человек, у которого всегда в жизни были какие-то победы. Начиная со школы, он с золотой медалью, с красным дипломом, потом бизнес и так далее, и тому подобное. У нас в России очень распространен такой образ политика, крепкий хозяйственник. Это еще с советских времен, такой вот крепкий хозяйственник, который до политики, он, как правило, руководил чем-то, руководил успешно. И, соответственно, люди голосуют за него. Почему? Потому что они считают, что именно только он, обладающий таким опытом, успешным опытом, может решить текущие проблемы. Хорошо. Итак, что у нас получается? Где-то 15-20% это политически ориентированные. Где-то основная масса, вы говорите, на уровне 50% это лично старитель. А оставшиеся? Ну, оставшиеся до 30% это так называемые подвижные избиратели. То есть у них нет, не существует какой-то вот такой единственной, да, или ярко выраженной мотивации вообще участвовать в выборах, голосовать. Допустим, подвижные избиратели, они, как правило, приходят на выборы только тогда, когда они видят какую-то интригу. Когда они видят конкуренцию, когда есть, ну, грубо говоря, какое-то зрелище привлекательное. – Александр Викторович, большое спасибо. Я надеюсь, это наша первая, но не последняя беседа. Нам было с вами очень приятно. – Спасибо, приглашайте. – Спасибо. – Ну вот, на сегодня и всё. Наша передача подошла к концу. И я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Но прежде чем окончательно уйти из эфира, позвольте расставить некоторые акценты сегодняшней программы. 18 сентября 2016 года в России единый день голосования. В этот день у нас состоятся выборы депутатов Государственной Думы до выборов в Рязанскую областную думу по округу номер 16. 46 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. С точки зрения политологов, все избиратели делятся на три группы. Политически ориентированные, личностно ориентированные, подвижные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова